Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Приветствуем всех вас в продолжающемся Петровом посте, который оканчивается Днем памяти святых первоверховных апостолам Петра и Павла. Ежегодно 26 июня во всем мире отмечают День борьбы с наркозависимостью. В этот же день Спасо-Преображенский реабилитационный центр отметил свое десятилетие. В связи с этими мероприятиями в Ставрополе состоялось выездное заседание рабочей группы Государственной Думы, которое началось с посещения реабилитационного центра в станице Темнолевской. Подробнее расскажет Екатерина Зубкова. Тысячи человек за прошедшие 10 лет получили здесь помощь и исцеление. Реабилитанты Спасо-Преображенского центра здесь живут, трудятся, разводят кроликов, кур, фазанов, выращивают картошку, также занимаются спортом и, конечно, молятся. Руками воспитанников центра в станице Темнолевской был построен небольшой храм в честь Преображения Господня. Сегодня здесь отмечают десятилетний юбилей. Отслужить благодарственный молебен в новом храме приехал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, а также священнослужитель Михайловского благочиния. После чего владыка обратился ко всем присутствующим с архипастерским словом. Есть выздоровление. Так вот, выздоровление, и мы говорим, без Бога это невозможно. Вы сами сегодня можете сотни присутствующих здесь рассказать, что только с Богом, с молитвой, с таинствами церковными. Возможно, конечно, все вместе, и психологи, и врачи, но Господь дает подлинный ответ на желание человека и дает ему огромную силу. Порой даже совершаются чудеса. Вот ваше исцеление – это реальное чудо. Помимо самих реабилитантов, на празднике присутствовали и их семьи. Дети тех, кто когда-то был в наркотическом плену и смог найти в себе силы вернуться к нормальной жизни, приготовили гостям подарок. По Синему морю, в зеленой земле, мы будем на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Дорогие гости, наш любимый владыка, вы здесь мы хотели запустить голубя, это символ такой. Давайте. Перекрасывайте. После небольшой экскурсии по территории Спасо-Преображенского центра вся делегация отправилась в Ставропольский аграрный университет, в котором прошла научная конференция. В ходе пленарного заседания были обсуждены вопросы государственного подхода к решению проблемы наркомании, расширения межрегионального сотрудничества в области реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, организации антинаркотической политики на территории Северокавказского федерального округа и другие вопросы. Задача здесь государственных служб сделать такую систему, которая позволяла при первых признаках выявления нового вещества приостанавливать его деятельность и уже потом выяснять вопросы для здоровья. Иначе, упираясь только в ту или иную известную группу, мы будем пропускать большую часть тех новых дизайнерских синтетических наркотиков, которые сегодня производятся в промышленных масштабах в первую точку. Сотрудников Спаса-Преображенского реабилитационного центра митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл наградил архиерейскими грамотами, а заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Белый – грамотами губернатора Ставропольского края. В минувшие выходные митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил архипастерский визит в Ипатовские и Петровские районы Ставропольского края. В субботу глава Ставропольской митрополии возглавил служение всеночного бдения в храме Вознесения Господня города Ипатова. За богослужение митрополиту Кириллу сослужили благочинные церкви Светлоградского округа, митрофорный протерей Иоанн Лещина, благочинные церкви Ипатовского округа и настоятель храма протерей Михаил Лещина, а также духовенство Ипатовского благочиния. После полилеи митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил помазание верующих святым елеем. В завершение владыка обратился к участникам богослужения с архипастерским словом назидания и наставлений. Каждый воскресный день – это Малая Пасха. Еще в ветхом из этих было сказано, что шесть дней – дело и седьмой день Господу Богу Твоему. На следующий день митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в сослужении духовенства епархии совершил божественную литургию в соборе святителя Николая Чудотворца города Светлограда. У входа в храм, его высокопресвященство под перезвон колокольного звона хлебом с солью встречали прихожане храма. Помолиться на богослужении пришли благотворители храма, терские казаки, сестры Милосердия и многочисленные прихожане со своими детьми. Богослужебные песнопения исполнили хор Ставропольской духовной семинарии и хор Свято-Некольского храма города Светлограда. Митрополита Кирилла приветствовали настоятель храма Протерии Иоанна Рещина. Он же и поблагодарил архиерея за визит в город Светлоград, за святительские молитвы, наставления и архипастерское внимание к верующим города. После богослужения глава митрополии обратился к верующим с архипастерским словом. Пусть Господь благословит этот приход, этот храм. Пусть Господь благословит наш край. Пусть Господь благословит этот район, этот город. Я вижу, что вы любите Бога, потому что уже не один храм построен. Монастырь созидается мужской. Во всех поселках практически в Ленинме или типовые построены храмы. Это, конечно, радует. И Господь благословит вас за эти ваши добрые дела и ваши добрые намерения. В завершении Владыка преподал всем свое архипастерское благословение. 30 июня в Регинской школе Ставропольской и Невиномысской епархии состоялся выпускной день. Единственное учебное заведение для руководителей церковных хоров на всем юге России за 25 лет своего существования выпустило более 150 человек. Сегодня девушки несут послушание в разных уголках России и мира. На выпускном у регентов побывала Людмила Мельник. Вместо последнего звонка – звон колокольный. Для шести выпускниц Регинской школы этот день запомнится надолго. Девушки заметно волнуются. Еще немного, и каждая из них будет нести ответственное послушание руководителя церковного хора. Поздравить выпускниц с праздником прибыл митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Храм Преображения Господня стал для девушек практически вторым домом. Три года они жили здесь бок о бок, внимали советом духовных наставников и учились музыкальной грамоте. Выпускницы вместе с митрополитом Кириллом и духовенством поблагодарили Бога за пройденный путь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи мой милой. И сегодня благодарим Господа, что Он нам благословил пройти это время обучения, возрасти в знаниях, в духовности, в мудрости нашей выпускницы. После благодарственного молебна – церемония вручения дипломов. Традиционно к этому дню подходят творчески. И в этот раз руководство Ригинской школы долго готовилось к выпускному. Костюмированное представление и небольшой концерт – все для того, чтобы последний день учебы девушки запомнили надолго. Позвольте сердечно поздравить всех вас. И сегодня и у меня, безусловно, праздник вместе с вами. С днем выпуска нашей Ригинской школы Ставропольской епархии. Пожалуйста, бесед. Бесед. Мы сегодня чествуем вас. Вы сегодня наши герои. Вы сегодня очень радуете нас, радуете меня, что вы выбрали этот непростой, но очень важный и замечательный труд, профессию регента церковного хора. Я знаю, что из вас поедут сегодня выпускницы и в Молдавию, поедут и в Георгиевскую епархию, и в Пятигорскую епархию, и в другие наши епархии, и останется часть, половина у нас здесь, в нашей епархии. Я очень надеюсь, что вы будете действительно достойными продолжателями наших знаменитых регентов, нашей певческой школы, нашего прекрасного богослужения. Овладеть регентским искусством ежегодно в Ставрополь приезжают одаренные девушки не только из нашего края, но и из самых разных регионов России. В учебной программе – музыкальные, богословские и церковно-практические дисциплины. Обязательно филологическая составляющая – церковно-славянские и английские языки. Учебная нагрузка студенток соответствует стандартам музыкального колледжа. Лидия Иванова – выпускница этого года. По распределению она поедет в Георгиевскую и Прасковейскую епархию. Говорит, что регентом мечтала быть всегда. Поступление в регентскую школу – вообще это призвание. И вот я тоже почувствовала, что это мое призвание. И мне очень нравилось духовное песнопение прослушивать. И я мечтала поступить в регентскую школу. И когда я поступила, я была очень счастлива, конечно. И сейчас, когда я закончила регентскую школу, я очень рада. Потому что я могу осуществлять свое служение Богу на приходе. Однако документы о профессиональном образовании выпускницы регентской школы получают лишь спустя два года. До этого времени они должны пройти практику на приходах своих епархий. Екатерина Маршалкина, выпускница 2013 года, из рук митрополита Кирилла сегодня получила долгожданный диплом. Девушка из потомственной семьи духовенства. Сегодня и сама жена священника. Два года она пела в архиерейском хоре Пятигорской епархии. Сейчас вместе с мужем послушается в Георгиевской епархии. Вообще для меня время обучения в регентской школе, я считаю, это самый яркий, лучший период в моей жизни. У нас как бы такой дружбы, такая любовь какая-то, не знаю, как семья. Таких отношений я нигде до этого не встречала. Уже скоро эти девушки поедут в отдаленные храмы, чтобы нести столь востребованное сегодня послушание регента. А у руководства духовной школы и у того, кто только собирается обучаться в этих стенах, впереди вступительные экзамены. Традиционно они пройдут в конце августа. 28 июля этого года исполняется тысяча лет со дня представления великого крестителя Руси, святого благоверного князя Владимира. Главным мероприятием по случаю памятной даты станет массовое крещение на холодных родниках. 26 июля на холодных родниках в лесу состоится божественная крещальная литургия с массовым крещением тех людей, которые захотят в этот день принять святое крещение. Я приглашаю на эту литургию православных людей, приглашаю в первую очередь тех, которые хотели бы принять крещение или крестить своих детей. Каждый год это бывает по 200 и более человек. Думаю, что в этом году в год такого замечательного юбилея крестителя Руси желающих будет достаточно много. И впервые, я на этом акцентирую ваше внимание, состоится крещальная литургия. Что такое крещальная литургия? Это когда в литургию вплетается само таинство крещения людей. В первые века христианства так и происходило крещение. Когда во время литургии совершалось соглашение, затем уже крещенные участвовали в божественной литургии, стоя в белых хитонах, в белых рубахах, со свечами зажженными в руках. И уже могли участвовать в литургии верных, как оглашенные и крещенные в православную веру. Дорогие братья и сестры, мы все ближе и ближе подходим к празднику памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, праздником которым и оканчивается Петров апостольский пост. Всем вам желаю успешно дойти и с сердцем радостным и благим встретить этот праздник, посвященный апостолам. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и дохранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok